Есть иное, недоступное обычным людям ментальное состояние. Если вы выйдете из комнаты, в течение целого дня будете бродить по городу, можете нести лампу, как диаген, в поисках человека с таким ментальным состоянием ума, то вы вряд ли найдете его. Это прискорбная правда нашего времени. Кали-юги. Железного века. Глаза людей – зеркало души. Вглядите с них. Они отражают внутреннюю неуравновешенность. Суету. Череду страстей, мечтаний, разочарований, страхов. Кшипра паринами. Быстро меняющиеся. Так определяет югическая психология состояние ума обычных людей. Глаза выдают боль, страх, ужас, усталость. Иногда, лишь на короткое время в глазах некоторых вспыхивает покой и блаженство, вызванное внешними средствами, химией, стечением обстоятельств. Но оно быстро проходит. И утрата этого блаженного покоя вызывает новую волну боли, страха, разочарования. Но иногда встречаются индивиды, глаза которых светятся постоянным внутренним покоем. Их очень мало. Не только в пространственном смысле, но и во времени. Назовем таких людей мудрецами, просветленными. Встречая такого человека, люди просят его поделиться тайной. Как ему удалось обрести подобное ментальное состояние? Ему нет нужды утруждать себя рекламой. Он не призывает учеников. Люди просто видят его покой, его блаженство. Видят, как мы можем увидеть влюбленного юношу и по блеску глаз определить, что он влюблен. Или, как мы догадываемся, что собеседник пьян, а дурманен наркотик. Будде не нужно было вербовать учеников. Одного взгляда было достаточно, чтобы в его глазах увидеть нечто новое, до этого невстреченное. Зеркало души. Определив так глаза, народная мудрость подчеркнула эту способность каждого из нас определять ментальное состояние собеседника по выражению взгляда. А кроме того, есть еще уймы дополнительной информации. Мы не осознаем ее, но наше подсознание читает мимику, тембр голоса, моторику. Мы чувствуем феромоны, изменения химии. На подсознательном уровне каждый человек может в той или иной степени сканировать собеседника на парапсихологическом уровне. Совокупность всей этой информации, частью сознательной и большей частью подсознательной, дает нам знание ментальности другого. Так и нужно понимать народную мудрость. Глаза, зеркало души. Ибо как иначе мы бы могли судить о душе другого? Ибо душа другого потемки. Вернемся к нашему примеру. Вот мы вышли и начали свой поиск. Наконец, кто-то где-то повстречает человека, умственное состояние которого будет отличным от всего остального человечества. Это сразу чувствуется. Подсознание сканирует. Убеждается, что перед ним опьяненный истиной, блаженный, спокойный. Нет временности. Это не мгновенный эффект, не действие химического вещества. Мы это чувствуем. И просим такого человека поделиться счастьем, блаженством, покоем. И рыбак отказывается от ремесла, следуя за такими глазами. Собиратель подать и отказывается от своей профессии. С ним больше нет надобности в вине. Вода превращается в вино. Эйфория достигается без вина, лишь слушая, наблюдая, впитывая образ мыслей. Христу не нужно было аргументировать, рекламировать. Подготовленные души, бросив один единственный взгляд на его лицо, заглянув в его глаза, следовали за ним, ибо видели. За этими глазами состояние ума, не имеющее аналогов, не встреченное до этой минуты. Не думайте, что раз Новый Завет отражает историю двухтысячелетней давности, то она может быть слегка преувеличена. Нет. С другими просветленными учителями все обстояло так же. Из жизни Вивекананды известно, как он нашел одного из своих первых учеников. Нарин странствовал. И уставший, голодный пересекал железнодорожный путь. Его глаза встретились глазами чиновника высокого ранга. Это был начальник вокзала. И этого мгновения было достаточно. Больше не стало чиновника. Здравомыслящий индус с европейским образованием, имеющий семью, пост, благополучие, мгновенно отказался от своей прежней жизни. Он последовал за этими глазами, ибо увидел в них то, что тщетно искал до этого. Он встречал раджей, английских фельмошек, тысячи разных аскетов и садху. Но только в этих глазах он увидел покой. Шанти. Блаженный покой йоги. Я увидел Шиву. Вспоминал он впоследствии. Шива не только эпитет Брахмана, но также означает дарующее наслаждение. Может быть вы видели глаза самнамбула в глубочайшем гипнозе? Это иной взор. Чуть опущенные веки. Взор как будто обращен внутрь, но глаза не косятся. Когда перципента погружают в гипноз, опытный гипнотизер всегда понимает, в какой стадии тот находится. А глаза самнамбула их не спутаешь ни с чем. Это внешнее проявление покоя. Ведь гипноз – это некая неродха, торможение, только вызванное не самим человеком, а чужой волей. Взгляд йога в медитации обладает похожими признаками. Глаза смотрят на вас, но как будто бы обращены внутрь, созерцая нечто бесподобное. Тембр голоса, жесты, мимика – все это добавляет штрихи. И вы уверены, что перед вами иной, существо, до этого не попадавшееся на вашем жизненном пути. И что самое главное, это существо имеет как раз то, чего вам не хватало. У него некий чудесный наркотик, который не вызывает привыкания, который можно принять лишь слушая. Вернее, больше нет надобности в наркотике, в вине. Его слова действуют волшебно. И вы пьянеете от воды. И, выпив его учение, у вас пропадает эта жажда, мучащая всю жизнь. Все обретает смысл, гениальную простоту. Все точки над «и» расставлены. В старину можно было встретить такого просветленного учителя. Это было вероятнее, ибо наш век технологии процесса добавил сумятицу в души людей. В старину просветленных было больше. Но что делать теперь? Попытаемся увидеть нечто положительное в научно-техническом прогрессе. Раньше очень трудно было с информацией. Даже если просветленный мудрец учил метод обретения покоя и блаженства, то ареал распространения учения был ограничен. Чем дальше от учителя в пространстве и во времени, тем искаженнее учение, по принципу испорченного телефона. После Будды его последователи распались на множество ожесточенно спорящих конфессий. Та же история с Христом, с Мухаммедом. В старину у вас был лишь единственный шанс познакомиться с учением в первозданном виде. Встретить или самого пророка, или хотя бы одного из его учеников. При этом уже в этом случае, переданное становилось интерпретацией, тем, как увидел учение ученик. В нашем железном веке прогресса, со всеми его недостатками, есть одно преимущество. Информация может распространяться быстрее, не искаженной. Эмир забыл костроинквизицы, аутодафия, преследование отличного мнения. В интернете, так или иначе, каждый может найти желаемую информацию. Да, она огромна, но лучше перебор, чем недостаток. Теперь нужно понять еще одно. Как докопаться до первозданного учения? Например, учения Будды. Хинаяна и Махаяна. Сарвастивада, Вичнановада. Учения йога-чар и еще бесконечное множество вариантов. Что нам делать? Какое принять за истину? Наверное, нужно увидеть нечто единое во всем этом многообразии. И это единое будет самым приближенным к первоначальному учению Будды. А если мы сопоставим учения разных пророков, разных мудрецов? Я не предлагаю заниматься этим бесконечно. Я говорю о йоге. О методе изменения ментального состояния. Посмотреть чего общего в разных медитативных технологиях. Это общее и будет методом. Ибо оно общее. То, чего не отрицает никто. А насчет частностей, то это все станет понятно после овладения психикой. Как только вы сами сможете погрузиться в свое подсознание, сами исследуйте свое естество. Лишь тогда у вас будет непоколебимое знание. Цель йоги – отречение от повседневного сознания в пользу качественно иного сознания – праджны, мудрости. По йоге это отречение легко не дается. В придачу к теории самхи йога даршана добавляет еще и практику – абхяса, эскезу, тапаса. То есть физиологические приемы, без которых чисто психологические техники, малоэффективны. Йога старается последовательно разрушить разнообразные группы, виды и варианты деятельности сознания – чит-таврити – одни за другими. Ученик не сможет освободиться от власти подсознательного, пока не начнет экспериментально опознавать структуру, источник и энергию того, что должно быть разрушено. Экспериментальное опознание означает в данном случае метод, технику, практику. Он должен сжечь эти бесчисленные семена, и огонь для этого – огонь йоги. Как говорит Курма Пурана, огонь йоги сжигает клетку греха, окружающую душу. Душа освобождается. Разные вспомогательные средства и практики аскетизма – тапас, в особенности пранаяма – все это можно рассматривать как руководство для разжигания этого чудесного огня. Запомните это сравнение с огнем. Визуализируйте его. Тапас – это накал, блеск – огонь. Кроме этого, в разных текстах можно встретить этот образ. В Кадха Упанишаде есть такое определение – огнем с варгаям – небесный огонь. Это тот огонь, который Прометей принес на землю. Это тот огонь, который зажигает в себе упражняющийся, согласно Шветошватара Упанишаде, как бы трением двух палок, своего естества и медитативной практики – йоги. Практикой достигается высшее сознание йоги, успех мудрых и пранаямий, победа над смертью. Дар пророчества и способность находиться везде, где пожелаешь, тоже приобретается практикой. Шива Самхита, глава 4, 10.11 Теперь сделаем некую передышку. Отойдем от философии и углубимся в практическую сторону вопроса. Я получаю много писем, с просьбами уделить больше внимания конкретным средствам, советам и упражнениям. Охотно исполню эти просьбы. Давайте нарисуем некую схему, исходя из этого места нашего разговора. «Будем считать, что вы следили за моими прошлыми работами, и теперь, читая эти слова, уже ориентируетесь в терминологии целях рассуждения». Я не совсем понимаю, как должен вести этот разговор. Наверное, примерно так, как будто передо мной группа учеников, перечитавших мои прежние работы и желающих получить некие конкретные схемы, указания и советы, связанные с практической стороной. Мы помним, что вторая глава йога-сутр начинается с крия-йоги, некой подготовительной ступени для обычных людей, чтобы те вошли в мир йоги. Три крии или действия – это тапаз, упражнения воли, аскетизм, изучение теории, наверное, это и можно назвать санхией, и Ишвара Пранитхана, теистический момент, готовность стать учеником высшей воли, учителя учителей, молитвы, благочестивые размышления, посвящение всего Богу. Я советую начать с этих трех составляющих. Изучение теории – этим вы занимаетесь. И продолжив чтение моих ли работ или других текстов йоги, продолжите заниматься так, что с этой крией мы определились. Изучайте теорию так, как я и советовал – Шраванна, Мананна, Тхаранна, вынимая благоговейно, погружаясь в образы и мысли мудрецов, позволяя их словам омывать ум. Потом размышлять, анализировать, вычленять общее. И, наконец, сосредоточиться на этом общем, на сути. И Шраванна, Мананне, Тхаранне я говорил в предисловии к моим работам. Можете перечитать. Вивикананда приводит великолепный пример. Если перед аистом поставить воду с молоком, то он выпьет молоко и оставит воду. Верят в Индии. Поступайте так и вы. Читая книги по йоге, научитесь вычленять главное – суть. И отбрасывайте лишнее. Научитесь пить молоко. И не обращайте внимания на воду. И еще. Нельзя бесконечно искать все новые и новые книги. Образовывается привычка – самскара. И ученики не могут остановиться, даже после того, как находят нужную информацию. Они искали так долго, что привычка искать превращается в сильную инграмную запись. Прекратите поиски. Упанишады, Йога-сутры и Гита. Этих текстов достаточно для ищущих. В этих текстах есть путь. Все. Не нужно больше искать. Ибо уже пришло время реализовывать. Так вот, у вас есть все. Не нужно постоянно искать новых и новых авторов. Даже мои работы. Они вам нужны лишь для того, чтобы научиться правильно расшифровывать Упанишады, Гиту и Йога-сутры. Итак, с первой крии мы разобрались. Самообучение йога – это ежедневное изучение Упанишад, Гиты, Йога-сутры, описанное мной образом. Вторая крии – Ишвара Пранитхана. Если вы не убежденный атеист, право на это имеет любая душа, претендующая быть свободной, то я бы советовал уделять этому направлению больше времени. Сам я родился в христианской стране, хотя она входила в СССР и религия была как-то мало востребована. Кроме этого, некоторые из родных или родителей моих друзей были атеистами, в самом достойном значении этого слова. Теперь как будто время изменилось, строят церкви, по телевизору показывают проповеди и прочее, прочее. Но мне кажется, что люди обращают внимание на внешнюю сторону, а не на самую суть, то есть смысл религии. Мои друзья общаются с церковными служащими, придерживаются постов. Но в них нет самого главного. Пранитханы. Пранитхана – это отказ от собственной личности, ментальное погружение в Бога. Поскольку такова ситуация вокруг меня, то осмелюсь предположить, что нечто аналогичное вокруг вас. Так вот, вторая крия – это посвящение всего себя Богу, отказ от своей воли, от самомнения, ментальная просьба о знании. Уделяйте этому примерно столько же, сколько двум остальным криям. Молиться нужно не словами, а эмоциями. Неважно, на каком языке вы шепчете молитву и насколько правильно придерживаетесь текста. Сидеть без молви, с покорностью, с благоговением, ожидая его высочайшего присутствия. Как человек, приводящий в порядок свой дом, ожидая его высочайшего гостя, вы должны очистить свой ум от прошлой грязи. Бог милостив. Он отзывается на правильные просьбы. Правильно – просить о знании, мудрости. Просить нравственную силу и очищение. Просить помощи в борьбе со всем низвинным себе. Но обычные люди вообще не обращаются к нему. Или просят иные вещи. Нужна практика, чтобы четко и концентрировано молиться, благоговением, а не шептать слова. Нужно быть искренним, окраситься этой эмоцией, которая нужна для этого. Ишвара – это не личное имя. Это означает Всевышний, властвующий над всем. Болезнь, слабости, разные иные препятствия для йогической практики. Их можно перебороть, если просить нравственной помощи у Всевышнего. При молитве пользуйтесь привычными для вашей среды образом. Если вы христианин, то медитируйте над молитвой Отче наш. Если вы муслим, то делайте это так, как принято у вас. Бог един, милостив и желает помочь каждому, вне зависимости от религии. Обращайтесь к нему как к учителю. За нравственной силой, прося мудрости, чистоты и знания. Другие молитвы эгоистичны. Даже здоровье нужно просить только для йогической практики. Вы должны поровну распределить время в этих трех направлениях. Одну треть для эмоционального самосовершенствования. Бахакте, пранидхана, молитва, предание себя высшей воле, посвящение всех дел Всевышнему. Одну треть для интеллектуального самосовершенствования. Санхи или Джнана Марга. Путь калькуляции, логики, анализа. И одну треть для развития волевой части. Упражнения, аскетизм, пранаямы и прочее. Пожалуйста, научитесь именно в таком ракурсе видеть путь к самосовершенствованию. Тогда отпадут все споры о том, какая йога лучше. Джнана, Бхакте, Карма или Раджа. Классическая йога, о которой я говорю, содержит уже в самом начале комбинацию всех этих трех направлений. Нияма – это по сути три крии. Тапас, самообучение и упование на Всевышнего. Начиная классическую йогу, исполняя предписания ямы и ниямы, вы совершенствуете все грани вашей натуры. Параллельно. Под тапасом нужно понимать не только пост и другие аскетические действия. Под тапасом можно понимать асану и пранаяму. Хатха-йога утверждает, что даже акробатические, не медитативные асаны накапливают силу. Не только бала – грубую силу, сколько тэджаз – накал или вирья – ментальную силу. Итак, у нас получается треугольник. Воля – тапас, эмоция – ишварапранитхана и логика – самообучение. Всю классическую йогу старайтесь видеть через призму этого треугольника. Все, что вы читаете, говорите или думаете – это развитие логической грани вашей натуры. Молитвы, благочестивые размышления, мантры, посвящение дел Всевышнему – это развитие эмоциональной стороны вашей натуры. Тапас, диеты, обливание холодной водой, асаны, пранаяма – это уже развитие волевой части. В текстах особо подчеркивается, что не нужно ломать голову и придумывать все новые и новые эпитимии – аскезы. Вегетарианская диета, обливание холодным душем и, что главное, самозабвенная практика асан и пранаям – нет лучшего тапаса. Мне вспоминаются несколько параллельных мест из текстов, в которых утверждается, что нет тапаса лучше, чем пранаяма. Также пишут и об асанах. А без вегетарианской диеты и ежедневных обливаний холодной водой практиковать йогу бесполезно. Так что и они превращаются в аскетизм. Вот и все. У вас есть все три крии, три части практики. Идите по ним, уделяя ровное внимание каждой грани вашей натуры. Вряд ли вы станете святым наподобие Рамакришны или философом наподобие Шанкара. Вы вряд ли овладеете йогой наподобие Патанжали. Но не нужно стремиться к этому. Станьте на одну треть Бхакти, на одну треть Жнана и на треть Раджа-йогам. А кроме этого делайте ежедневно нечто без Пхала-тришны, без жажды результата по идеалу карма-йоги. Все это возможно. Стать на треть философом, на треть Бхакти, на треть йогином. Такое вам под силу. И делать нечто для блага мира, для целокупности мира, как определяет гита, это тоже возможно. Я, например, пишу эти работы. Некоторым, судя по письмам, они помогают. Можете включаться, помогать в переводе, распространении. Или можете делать любое другое доброе дело. Кормите бездомных животных, собак, кошек, голубей. Да, я не шучу. Делая добро, делая без оглядки на благодарность, без жажды плода, вы улучшаете свою карму, самого себя. Вы почувствуете огромное наслаждение от этих добрых дел. И ваша сатва станет увеличиваться. И знание вам будет даровано из-за этих добрых дел. Но лучше физической жертвой жертва мудростью, говорится в гите. Не зацикливайтесь на внешнем уж слишком. Не превращайте свою жизнь в лицемерие, которыми занимаются политики и бизнесмены. Делайте добро тайно. Есть на Востоке специальный термин. Барака. Это та благая карма, которая накапливается, если вы помогаете нуждающимся, жертвуете и прочее. Но барака накапливается только в том случае, если дарующий делает это не на показ, а в тайне. То же говорит Мухаммед, мир ему. Он указывает, что каждый верующий должен тратить часть своего дохода на благие дела. Только тайно. Не на показ. Есть отличная история, которую я рассказывал, но хочу повторить. Человек ходил по пляжу и возвращал рыб, которых волна выбрасывала на берег. Какой смысл? Ведь рыб так много, что всех не спасешь, спросил его некто. Смысл есть для тех, которых я спасу, ответил добрый человек. Хочу рассказать еще одну историю. Некто увидел пловца, тонущего в реке. Он не поспешил на помощь. Впоследствии его спрашивали об этом. Такова была его карма, тонуть? Ответил он. Да, может, ты и прав. Такова была его карма. Но ты мог улучшить свою, помогая человеку в беде. Такова была твоя карма. Шанс улучшить ее. Не вдавайтесь в эти рассуждения. Какова карма того или иного. Ежедневно старайтесь творить добро. Альтруистично, тайно, без показухи. Бог все видит. Добро не пропадает. Все записывается в хранилище Самскара. Так что, творя добро, вы изменяетесь. Очищаетесь. Делайте три крии и плюс добрые дела для целокупности мира, для всех живых существ, а не только для людей. И чем больше добра вы будете творить, тем мудрее будете становиться. Ибо йогическая мудрость связана с очищением психики, с сатвой. И субстанция, прокрития, изменит к вам свое отношение. Вы окажетесь в благоприятных условиях, дающих возможность практиковать яму и не яму. И вот, все грани вашей натуры будут совершенствоваться параллельно. Вы станете равновешенным человеком. Йога – это искусность в действиях. Равновесие. Таково определение гиты. Уравновесьте ваши грани. Гармонизируйте. Из-за подвижности психики, кшипропаринами, быстро меняющейся, в течение дня в вас доминирует то одна грань натуры, то другая. Используйте это. 15-минутная молитва. Дважды в день. Получасовое самообразование, чтение и размышления. И столько же времени для развития волевой части. Тапаз, осаны, пранаямы. Все это легко, если вы увидите практику в таком ракурсе. Сколько времени нужно самосовершенствоваться? Примерно одну седьмую. В этом смысл субботы. Один день из семи. Один час из семи. Месяц из семи месяцев. Одну седьмую вы должны жертвовать на алтарь самосовершенствования. И эта одна седьмая привесит остальные шесть седьмых. Попробуйте. И через несколько месяцев почувствуйте, как это происходит. Начиная йогу, ученики встречают трудности. Они перечислены в моей прошлой работе. Эти трудности кажутся непреодолимыми. Проблемы со здоровьем, неверие, скука, рассеянность, внешние условия. Но эти три крии помогут преодолеть все трудности. Сила вашего интеллекта. Сила воли. И помощь Всевышнего. Все это вместе сотворит чудо. Хотя это будет казаться невероятным стечением обстоятельств. Я говорю обо всем этом бегло. Ибо в дальнейшем, в последующих главах этой книги мы рассмотрим все это по пунктам. Диеты. Способы очищения пищи. Разные мантры и молитвы. Топасы, осаны и пранаямы. Теперь же вы имеете некую модель, согласно которой вы можете направить вашу практику в нужное русло. И спустя пару месяцев заметите, что препятствия исчезают одно за другим. Некоторым, подготовленным в прежних инкарнациях, это удается сразу, выслушав и поняв учение санхи. Другим, особо благочестивым удается настолько раздуть себе огонь пранитханы, что Всевышний быстрее откликается на их молитвы. Третьим нужно надеяться лишь на самого себя. Вот эти третий и образуют учеников классической йоги. Первые ученики санхи, вторые бхакте, последователи разных религий. Третьи мы с вами. Йога это воля, сила, действия. Санхи это мудрость, знание, анализ, калькуляция, счет рассуждения, значение санскритского термина. Вот различия между подходами. Цель едина. Но сам путь различен. Последователи санхи делают ставку на интеллект. Йоги на силу. Признак слабой женской души? Старание утвердить свое превосходство в пустом споре. Признак же мужчины? Желание завоевать мир собственными силами. The Tantra Tattva. Перевод Артур Авалон. The Principles of Tantra. London, 1914. 16.1.127 Будьте сильными. Будьте свободными. Найдите в себе титана, прикованного в ментальной пещере, наподобие Прометея. Освободите свое «я» от пут иллюзий, от привычки считать себя слабым и обусловленным. Попросту говоря, обычным языком это и есть цель. Освободиться. Стать свободным от обусловности. Достичь мокши, мукти, кайвалии. Все это вертится вокруг одного слова. Свободы. Будьте свободны. Человек изучил все, от дальних планет до микроэлементов. Но он также мало знает о себе, как и тысячи лет тому назад. Человечество продвинулось в этом направлении лишь чуть-чуть. По сравнению с научной психологией, осмелюсь высказать свое мнение, суждение человека, имеющего диплом психологии Госуниверситета. Йогическое знание гораздо обширнее и глубже. У этого есть свое объяснение. В психологии были два подхода – внешний и внутренний. Кроме эксперимента, тестирования и прочих методов исследования чужой психики, применялся и так называемый метод самонаблюдения. Но, увы, самонаблюдение – непростая вещь, требует навыка. Поэтому этот метод был забыт. А вот йогическая психология, называемая Санхей, изначально основана именно на подобном подходе. Тысячелетиями целая каста занималась самонаблюдением. Знания, накопленные кастой, варны философов, посвящающих самонаблюдению жизни, накоплены из поколения в поколение. Вот какая кладезь мудрости. Конечно же, современная психология не будет иметь столько терминов, сколько психологических терминов есть в санскрите. Цель наших бесед – понять, что же такое это санхья и йога, понять на нашем языке, репрезентировав знания в привычных для нас образах и понятиях. Это две стороны единого медальона. Санхья – теория, йога – праксис. Я собираюсь по ходу разговора предлагать вашему вниманию отрывки из агам, трактующих йога и санхья даршаны. Духа – страдательное состояние психики. Это данность, факт. Мы все подвержены этой духе. Мы все ощущаем ее. Неудовлетворенность – вот ее приблизительное определение. Если некто попытается избавиться от этого состояния, то у него два пути, две возможности. Первое – сделать это усилием воли, напряжением сил. Это способ йоги. Второй способ – сделать это просто надев другие очки, сразу сменив одну даршану на другую. Две дороги ведут совершенство, говорится в гите. Путь подвязывающихся – йога, и путь размышляющих – санхья. Если духа или страдания – это состояние психики, то ее можно побороть, наполнив психику другой даршаны. Вот и существует санхья даршана. Ею можно овладеть одним лишь изучением и культивированием, без всяких упражнений. Это путь философа, путь джнаны или знания. Духа – результат магии, овидии, нашего неведения. Вы, ваша личность – это сон, приснившийся некому, иному существу, имманентному, вечному, бездеятельному, оплодающими всезнанием и блаженством. Для разнообразия он решил поиграть в криду, поиграть с прокрити, с субстанцией. Пуруша – это некий зритель, а прокрити подобно танцовщице. Санхи открывает секрет того, как вернуть себе статус господина, как вернуть материю на свое место – место рабыни. Легенды говорят об Асуре, от которого идет эта даршана. Асура – это сверхсущество, могущественное, иногда доброе, иногда злое. Для нас Асура, как первый излагатель Санхи, должен означать следующее. Перед нами не учение, которое нашли люди с помощью метода пробы и ошибок. Нет, оно даровано людям, как откровение. От Бога. Текстов в Санхи-йоге очень много. Я постараюсь систематизировать их, дать некоторые, прокомментировать, показать, как комментируют другие. Главное, чтобы вы начали шифровать их сами. Вы обнаружите, что эти тексты словно музыка. Их нужно слушать, читать снова и снова. И нечто зашевелится в вашей глубине. И спящий станет просыпаться. Это бесподобный мир психологии, который откроется вам. Знания тонких миров, лока, реальности, как внутри нас, так и в космогоническом масштабе. Учение Санхи подобно йоге. Это подарок высшей воли всему человечеству. Есть склад ума, который не может двигаться, опираясь лишь на веру. Есть люди с развитой долей левого мозга. Люди, в жизни которых логика берет верх над эмоциональной стороной. Опираясь на веру, они не могут по складу своей натуры. Уму нужно видеть истину, ощущать, реализовывать. Санхи для них. На санскрите слово имеет несколько значений. Счет, рассуждение, анализ. Санхи вообще не касается вопросов, требующих эмоции, веры и доверия. Санхи основана на логике. По утверждению этой даршаны, изучая свое внутреннее устройство по схеме Санхи, душа получает власть над собой. Знание – сила. Так говорит народная мудрость. Ученик, изучающий татвы или уровни субстанции, разные принципы бытия, может разграничивать эти уровни в самом себе. И он учится обнаруживать все более тонкие грани своей психики, на различение двух начал в своем естестве – пуруши и прокрития, субъекта и объекта, души и материи. В прошлых комментариях я неоднократно старался определить йогу все новыми и новыми методами, чтобы показать ее с многих сторон, с разных граней. Объяснение терминов, диалектики развития, перечень текстов. Опять, как с манговой рощей. Детальное описание расположения, количество деревьев, сводки о прошлых урожаях. Но некоторым из вас интересен лишь вкус мангов. Ему незачем знать количество деревьев или историю манговой рощи. Именно для них моя работа. Я передам вкус, как он открылся мне. Передам инструкцию того, как вам самому попасть в эту заповедную рощу, и как самому вкусить запретного плода. Итак, что есть йога? Это некая школа миросозерцания, утверждающая, что можно изменить воззрение, даршану, изменить ментальность, путь философии. То, что можно назвать путем знания. Каждый из нас – монада, душа, лишь забывший свое величие и независимость. Прокрития или субстанция пленила наши души, заворожила их космическим танцем, сансарой. Аттракцион, назначение которого развлечение, крида, дрема, ставшая сном. Пробудиться можно, вспомнив про сон и пожелав пробуждения. Вот так просто. По сути, души нечего достигать. Она и так обладает атрибутами всезнания, вечности и блаженства. Нужно лишь побороть иллюзию, майю, проснуться от дремы сансарного бытия. Вспоминается известная фраза Сократа «Я знаю, что ничего не знаю». Именно так. Но Санхи, как в психологии йоги, утверждает, что мысли и логика – это не предел. Интеллект может возвыситься до той степени, когда он превосходит себя. Что есть возможность сверхсознательного постижения принципов бытия. Душа может при помощи медитативного охватывания прямо познавать феномены. Лингам, или психическое тело адепта, может познать ту или иную татву в йогическом созерцании. В двух словах татвы – это уровень принципа бытия. Есть 25 татв – от грубых, земля-вода, до тонких. Цель Санхи Даршаны – дать ученику возможность переходить на разные уровни, созерцать эти татвы непосредственно. Может быть, вы помните одну из способностей, которую дает практика в сосредоточении, и о которой говорили в йога-сутрах. Там утверждалось, что психика адепта становится способной созерцать как тонкие, сукшма, вещи, так и грубые и огромные. Сукшма – это тонкость, астральность. Именно переход к все более тонким татвам и есть цель Санхи. До того, пока ученик не обнаружит самую последнюю и самую неизменную, иную, тонкую татву – свое истинное Я. Это и есть Каевалья, Нирвана, Мокша. Так нужно понимать цель Санхи-йоги – разграничить свое естество от всего иллюзорного, искаженного, грубого. Обнаружить ту частичку Бога, которую Тот вдул в каждого из нас, бессмертную и вечную часть нашей души. Так и достигается Каевалья. Обособление состояния Пуруши вне прокрития, вне субстанции, в глубину, в бездыханность свою. Я даже затрудняюсь определить эту конечную цель йоги – Мокша, Нирвана, Каевалья. Поговорим об этом. Я постараюсь освободить вас от некоторых стереотипов, распространенных настолько, что даже если вы не считаете так, то хотя бы слышали такую точку зрения. Вивека-хьядти – различающее постижение. Это состояние, это не бытие, не отсутствие чего бы там ни было. Просто адепт йоги ставит некую ментальную перегородку, называемую вивекой. Иными словами, ученик изменяет свою даршану, воззрение, мироощущение. Ничто не исчезает, все остается. Мир, тело, психика, ложная концепция – все это наличествует, но Пуруша или истинная я адепта как бы обособлена от всего этого. Йогин подобен зрителю, который смотрит фильм, но помнит себя, не включен в фильм. Обычные люди подобны детям, которые не могут разграничить себя с героем фильма, поэтому они волнуются излишне, не получая от фильма наслаждения. Дети могут смотреть лишь те фильмы, в которых положительные эмоции. Они полностью ощущают эмоции главных персонажей, поэтому ужасы или трагедии им противопоказаны. Все это воспринимается ими слишком эмоционально, они полностью отождествляют себя с героем фильма. И лишь с годами приходит способность включаться в фильм чуть-чуть, чтобы пощекотать нервы. Чтобы отождествиться с героем не полностью, а чуть-чуть, для этого нужно стать взрослым. И тогда фильм станет наслаждением. Тогда можно извлекать острые ощущения от любого жанра. И в отличие от детей, взрослые могут регулировать степень ужаса и других отрицательных эмоций. Извлекать от этого всего острые ощущения. Вспомните, как это происходит. Вы смотрите фильм. И включены в образ главного героя. Переживаете вместе с ним. Боитесь, страдаете. Но вы вспоминаете, что лишь смотрите фильм. Что вы не причастны к происходящему на экране. Вот это полупогруженность в образ героя и есть суть. Именно это и доставляет наслаждение. Смотреть ужас или трагедию невнимательной без включенности теряет смысл. Только это включенность и обеспечивает остроту ощущений. Одним словом, получать наслаждение от фильма можно в некотором среднем диапазоне включенности. Когда субъект то отождествляется с героем фильма, то вспоминает себя, становясь отстраненным зрителем. Нечто подобное и предлагает Санхи-йога. Вы можете познать ваше истинное Я. Некого отстраненного наблюдателя, стоящего над вашей психикой, над всеми пластами сознания, подсознания и сверхсознания. Это субъект. Не ваше привычное Я, не та личность, которую вы знали до этого. Именно в этом весь секрет. Личность, ваше Я или Эго. Тот, кем вы считаете себя, это и есть фильм, это и есть представление. Вот что говорит Санхи, используя непонятные термины. Вы можете погрузиться вглубь себя и обнаружить нечто, состоящее вне вашей личности. Этот свидетель, пассивный наблюдатель, лишь зрит решение, самомнение, рассуждение. Все это происходит в психике на разных уровнях. Но от всего отличен некий субъект, который воспринимает все это словно кино, словно спектакль. Чита-шакти или энергия сознания. Этот субъект зрит страсти, мысли, а также он наблюдает динамику всего этого, принимающую форму ложной Я-концепции. Именно с ней отождествляют себя обычные люди. Только Санхи-йога дарует возможность различить субъект и психику. Обычные люди считают собой именно это ложное эго. Они отождествляют себя с главным героем спектакля. Тело, ум, страсти и воспоминания. Все это выдуманный персонаж. Некий Боб Синклер, созданный субстанцией для наслаждения своего господина, наблюдателя, души. Из инкарнации в инкарнацию, словно из серии в серию, перевоплощается личность, блуждая согласно законам кармы. Ведь опыт – это не простой фильм, а нечто иное, некий аттракцион, созданный Богом для собственного развлечения. Это и фильм, но и спектакль, и игра, некое казино, некая космическая виртуальная игра со своими законами. Но обычные люди неправильно играют в эту игру. Они слишком серьезно относятся к ней, слишком включены. Сон, грезы стало явью. Объект, забывший себя, полностью перенесший себя на место главного героя. Вместо вечного счастья – лишь временные наслаждения, которые могут даровать несовершенные органы чувств. Вместо вечности – отрывки из инкарнации, ибо психика не может помнить вечность, непрерывное существование. Это состояние – непривычное состояние, в котором должны находиться живые существа. Это отдельно подчеркивается йогическими текстами. И живые существа могут избавиться от этого состояния – рабства, вновь вспомнить свое величие, пробудиться от дремы – майи, увидеть веревку вместо воображаемой змеи. Весь секрет – в изменении точки отчета, изменении воззрения, даршаны. Йогин живет проще, чем самый обычный человек, но он наслаждается несравнимо больше. Он не отождествляет себя с личностью. Его наслаждение – это наслаждение души, частички бесконечного, сознательного, всемогущего существа. А вот личность, роль которую душа лишь наблюдает, не имеет никакого значения. Все зависит от сценария, все зависит от жанра. Теперь мы с вами можем по-иному понять, почему в Гите так странно рисует образ Йогина. Внешне это человек, которому до лампочки все великие почести, так и огромное унижение, счастье, так и горе. Для него нет разницы – камень, земля или золото, враг или друг. Ко всему относятся одинаково безразлично. Почему? Да потому что вы не видите этого Йогина. Та личность, которую вы наблюдаете – это лишь главный герой, который он сам считает отличным от себя. В принципе, к вам он относится так же, как и сам к себе. Относиться к ближнему, как к себе самому. Все мы – лишь участники огромного спектакля. Каждый играет отведенную ему роль. И роли чередуются. Это и есть закон кармы. Если в этой инкарнации вы играете роль того, кто стреляет, то в следующей вы будете тем, в кого стреляют. В этой инкарнации вы помогали, в следующей – помогут вам. Представьте себе нескольких людей, ради собственного развлечения, играющие некоторые постановки. Они сами и сценаристы, и режиссеры, и исполнители, и зрители. И вот они чередуют роли, чтобы всякий все попробовал, все познал и испытал. Один в этот раз играет полицейского, другой – вора, в следующий раз – наоборот. Если при задержании в прошлый раз полицейский слишком сильно усердствовал и причинил боль вору, то с большой долей вероятности в следующий раз он получит такую же боль, когда будет сам впленен в образе вора. В следующий раз он опять будет играть полицейского. И так до бесконечности. Пощечина, полученная ранее, опять возвращена. Таковы законы кармы. Но их легко можно разорвать. Об этом говорили все пророки мира. Нужно лишь прервать цепочку кармы. Нужно не возвращать пощечины. И в будущем ее не будет и для вас. Помните об этом? Мы все. В первую очередь сценаристы, а лишь потом исполнители и зрители этого общего спектакля. Вот у вас есть враг. И вы посвящаете жизнь его поиску. Наконец вы торжествуете. Вы победили. В этом стиле. Теперь уже его очередь. В следующей жизни он найдет вас. И отплатит той же монетой. А потом опять вы. Круг можете порвать в любой момент. Простите должником вашим. И простят вас. Подставьте вторую щеку. И пощечина исчезнет из реальности. Ведь это так просто и гениально. Подставляете щеки. И скоро вообще не останется пощечин. В следующей инкарнации вы обнаружите, что агрессии просто нет. Так можно прервать кармические матрицы, которые преследуют каждого из нас. Это и есть первый шаг. Победить закон кармы, не возвращая пощечин, не врождением. В мыслях, на словах и на деле адепт этой Даршаны культивирует Ахимсу. Не причиняя вреда ничему живому. Так он изменяет отношение всей субстанции к самому себе. И вокруг него образовывается защитный кокон. Некая аура из сатвы. Так что агрессия угасает. И даже враждующие друг с другом животные перестают драться в присутствии такого человека. Когда некто исключает агрессию из своих действий, он освобождается от кармических пут и может возродиться в условиях, благоприятных для духовного совершенствования. И это не обязательно будет Земля. Есть бесконечные реальности, называемые в йоге Лока. Напоминает параллельные вселенные из фантастики. Душа возрождается в тот мир, который ближе к ней. Если некто желает избавиться от агрессии, то он возродится в реальности, где она сведена до минимума. А другой желает смотреть спектакль о войне. Об агрессии и жестокости. Если он владеет Вивека Кхяти, различающим постижением, то он будет наслаждаться, родившись в мире постоянной войны. Он не убиваем и не убивает сам. Атман не может быть ни субъектом, ни объектом убийства. Это уже Гита. Там дана модель того, как может существовать йогин, играющий роль воина, воюющего с собственной роднёй. Это тема отдельного разговора. Санхья – странная Даршана. Одно из её направлений ведёт к крайней чёрстости души. Так он становится крайне чёрстым человеком – Мокша Дарма. И адепт продолжает жизнь, играя роль воины. Или любую другую дхарму – революционера, разведчика, члена Тайного Ордена. Представьте себе такого человека. Он может до бесконечности развивать своё бесстрашие. Ибо относится к самому себе, как к персонажу компьютерной игры. Для него космос – некая стрелялка, где он играет, всё время помня о своём отличии от псевдо-я концепции. Роль, которую лишь играет. Это направление очень понравилось касте воинов, к шатриям. Поэтому Санхья была так популярна в их среде. Воинское сословие в Китае переняло эту даршану. Оно докатилось до Японии, известно под названием «Бусидо» или «Пути войн». Вспомнил определение, прочитанное в книге о дзене, которое, как ничто иное, подходит к теме нашего разговора. Для мудреца – его личность, словно кисть художника. Его жизненный путь – словно полотно. «Просветлённый идёт по жизни, творя новые произведения». Так могли сказать и учителя Санхьи. Дзен – это лишь иное изложение рийской мысли, сформулированной в ведах и упанишадах. Но не обязательно адепту Санхьи играть со смертью и творить великие дела. Всё зависит от кармы. У каждого из нас есть своя дхарма, свой путь, своё прошлое, настоящее. Всё это в той или иной мере предопределяет будущее – карму. Смотря что есть ваш долг к самому себе, родным, друзьям, родине, всему человечеству. Смотря к какой касте вы принадлежите. Ну и что, что каст не осталось. Каждый в той или иной мере принадлежит к одной из каст. Он или философ, или воин, или бизнесмен. Или ещё не развился настолько, чтобы принадлежать к этим высшим кастам и вообще не способен самосовершенствоваться. Такие люди, или дасью, – это большинство. Они не должны слышать учения Санхи, ибо поймут его извращённо. Они понимают то, что на поверхности, привязанных словам и образам. И они постоянно льют кровь из-за религии, идеи. Именно их массовое бессознательное превратилось в кошмары средневековья, в аутодафе, в истязание костры, войны религии и прочее, прочее. Я надеюсь, что сложность предмета, обилие санскритских терминов и отсутствие агрессии сделает мои работы неинтересными для таких людей. Но и во многих других культурах и странах. Итак, вернёмся к теме нашего разговора. Теперь время бизнеса. Властвует каста Вайшьев. В прошлом были иные времена. Сперва властвовали философы. И общество жило согласно их принципам. Жило в Золотом веке. Потом к власти пришли войны. Дальше деградация продолжалась, власть перешла к бизнесу. И в 20 веке полземли оказалась под властью шудр, пролетариата. Теперь как будто маятник качнулся в обратную сторону. Дай бог, чтобы на всей планете правящей кастой снова стали люди духа, философы, просветлённые учителя. Но для этого их должно быть больше, чем на сегодняшний момент. Это время потому и называется Кали-Югой, веком незнания. Упанишады часто возвращаются к этому. Боги и демоны пришли к мудрецу для знания. «Ты и есть атман», – дал формулу учитель. И удовлетворённые обе группы возвратились домой. И демоны стали ублажать свои тела, гоняться за земными радостями. А вот боги стали размышлять. «Если тела и есть сущие, то почему они не вечны?» Тогда они возвратились к учителю, и тот вновь повторил формулу. Тат, твам, оси. «Ты и есть атман», – сущие. Дальше в текстах описан переход сознания к всё более тонким татвам, на уровень энергии, на уровень органов чувств, на уровень психики. И к Пуруши, который над всем этим, к атману, сущему, вечному наблюдателю всего, как тела, так и разных уровней, татв, бытия. И, наконец, составной части наблюдателя, задающего вопрос. «Я человек, тот, кто спрашивает и наблюдает ответ, наблюдает сам процесс мысли. Кто над памятью, над познанным и непознанным субъект?»